МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Московской области дали старт форуму «Армия-2017». В этом году выставка достижений в сфере обороны заняла более 600 тысяч квадратных метров. Свои разработки гостям со всего мира демонстрируют и чувашские предприятия. С места событий Дмитрий Ковалев. Новейшие технологии на земле, воде и воздухе. Международный форум «Армия-2017» в очередной раз собрал лучшие образцы вооружений со всего мира. От солдатской амуниции до модифицированных танков. Форум бьет рекорды каждый год. На этот раз в павильонах подмосковного центра «Патриот» свои разработки представили более тысячи предприятий из 15 стран. В оборонной сфере не прекращается гонка за инновациями. Для военных на Шумерлинском заводе недавно создали вот такой современный модуль, который питается от солнечных батарей. К чувашским производителям в Министерстве обороны страны проявляют интерес. Руководитель ведомства Сергей Шойгу оценил ноу-хау предприятия «Внеир Прогресс». Мы доложили ему о том, что разработано новое инновационное изделие. Это адаптивная решетка системы «Комета», которая защищает навигационный спутниковый сигнал «ГЛОНАСС» в условиях помех. Это изделие, которое действительно разработка инновационная, и по этим разработкам мы догнали ведущие страны Запада. Ну, как сейчас принято говорить, наших партнеров. Также здесь представлена новая разработка. Это низковольтные автоматические выключатели от номинальных токов от нуля до 630 ампер. Своей разработке на выставке в Подмосковье представили сразу 9 чувашских производителей. Противоградовые ракеты, штабные модули, мобильные кухни для нужд оборонного комплекса предприятия «Республики» выпускают большой объем продукции. И наши предприятия, 9 организаций, которые участвуют, объем отгруженной продукции по прошлому году у них составлял почти 17 миллиардов рублей. В этом году мы рассчитываем, что 20 миллиардов рублей они перевалят. Динамика очень хорошая, но в то же время, хочу сказать, и выступающие здесь сказали, и министр обороны Сергей Кужукович, Шойгу, генерал армии, герой России о том, что в перспективе, конечно, на гражданское направление товары гражданского назначения или товары двойного назначения нам надо производить. Почему? Потому что оборонно-промышленный комплекс снижает отдельные заказы, но будут заказы на высокоточное, высокотехнологичное оружие. У предприятий, работающих на оборонку, перспектива хорошая. Но чтобы быть конкурентоспособными, необходимо наращивать долю инновационных разработок, отметил Михаил Игнатьев. Техника качественная, оборудование качественное, изделия по линии авианика, которые производятся, тоже качественные. Это говорит о том, что наше предприятие развивается в динамике очень хорошо, впереди перспективные заказы будут и практически все возможности есть воспользоваться предоставленными теми условиями, которые есть со стороны и Ростеха, и со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому хочу сказать, я рад и горд за наши предприятия, которые, являясь участниками этой государственной программы, обеспечивают тем самым, как участники государственной программы, и охраны воздушного пространства, и водного пространства. Форум «Армия-2017» может дать предприятиям новых партнеров. Не исключено, что будут подписаны многомиллионные контракты. Итоги подведут через неделю. Все эти дни военной технике предстоит пройти демонстрацию на полигоне. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Из Москвы. Сегодня состоялась 11-я сессия Государственного совета Чувашии. В повестке дня 19 вопросов. Основное – внесение изменений в республиканский бюджет на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов. С учетом изменений бюджет выглядит следующим образом. Параметры республиканского бюджета Чувашской республики на 2017 год составят по доходам – 43,190,5 млн. рублей, рост к утвержденному бюджету на 5,4%. По расходам – 44,413 млн. рублей, рост к утвержденному бюджету на 5%. Дефицит республиканского бюджета на 2017 год планируется в объеме 1,223 млрд. рублей. Госдолг республики на 2017 год прогнозируется на 1 января 2018 года в объеме 14,203 млрд. рублей. Дефицит бюджета сократился на 100 млн. рублей. Специалисты считают эту тенденцию положительной. Дополнительно появившиеся средства в основном пойдут на поддержку социальной сферы. Это образование, это здравоохранение, культура, это физическая культура и спорт. Это дорожный фонд, кстати, увеличивается на 166 млн. рублей. Мы первые в этом году увеличили ее больше 5 млрд. рублей. Главное, чтобы оно освоилось и эффективно использовалось. И, конечно же, качество строительства дорог было. Предприятие, которое имело долги по зарплате, это «Чуваш Автотранс». Сегодня в бюджете статья появилась на возмещение именно по полученным кредитам и на погашение процентов. 64,7 млн. рублей. Еще один позитивный момент – поддержка идеи инициативного бюджетирования. На эту статью будет выделено 20 млн. рублей. Самые инициативные сельские поселения получат финансовую поддержку за самые интересные проекты в сфере благоустройства. Сегодня же парламентарии утвердили кандидатуру руководителя аппарата Госсовета «Чувашия» Надежды Прокопьевой на должность уполномоченного по правам человека в «Чувашии». На сессии Госсовета были обсуждены и другие вопросы. Радион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. Ежегодно, 22 августа, в нашей стране отмечается День государственного флага. Впервые трехцветное полотнище было официально поднято в 1991 году над Белым домом в Москве. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР приняли постановление считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России. Триколор заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Государственный флаг – это символ страны, где каждый цвет несет определенное значение. Сегодня существует множество мнений относительно значения цветов на флаге России. Но более популярным остается одно – белый, свобода, благородство, синей верность, величие, красная державность и мужество. Проспект Айги в Чебоксарах снова оказался в центре внимания. Вопрос подняли на совещании у главы Чуваша и Михаила Игнатьева. Дорога по проспекту Айги, которую сдали еще в декабре прошлого года, не соответствует требованиям безопасности. В ходе зимней эксплуатации специалистами Управления ЖКХ и благоустройства города Чебоксары были выявлены ряд недочетов и недоделок строительной организации. И были выписаны предписания на 13 видов дефектов. До начала августа, к сожалению, не были начаты работы. Чувашское отделение Общероссийского народного фронта и столичное управление ЖКХ в июле публично предъявили претензии к подрядчику. Но дорогу начали проводить в порядок всего несколько дней назад. Устранить все недочеты подрядчик обещает к 1 сентября. Еще один важный вопрос – подготовка к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. 78% объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики на сегодняшний день готовы. В 9 муниципалитетах работы идут с отставанием от графика. Особенно сложная ситуация в Шумерле. Планируется строительство трех блочных модульных котельных в этом году уже на территории города Шумерле. С целью ухода от 15-й котельной, это проблемная котельная. Надеемся, все мероприятия мы уложимся в срок. И долгоиграющие проблемы города Шумерле по теплоснаджению мы уйдем от нее. Подготовка к отопительному сезону ведется и в многоквартирных домах. Промывка и опрессовка внутридомовых систем выполнены на 94%. В Чебоксарах общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду составляет 81%. Сегодня в Чебоксарах состоялась августовская педагогическая конференция. По традиции такая встреча – повод обсудить результаты прошедшего года и наметить планы на будущее. Чему был посвящен нынешний педсовет и какие вопросы на нем обсуждались, узнала наша съемочная группа. Красивые, нарядные, отдохнувшие. Преподаватели вузов и техникумов, школьные учителя и воспитатели готовы к встрече с детьми. Готовы они и к серьезному разговору. Тема, которую вынесли во главу угла – формирование инновационной образовательной среды, стратегический приоритет Чувашии. Для решения глобальных задач, вызовов второго, третьего десятилетия 21 века, очень важно качество человеческого капитала. Согласен, что успешное развитие цифровой экономики будет происходить только тогда, когда профессионалы новой формации будут уметь находить комплексные, как правило, уникальные решения. Для этого, прежде всего, нужна инновационная образовательная среда, нужна проектная культура, активная научно-исследовательская деятельность и детей, и молодежи, и педагогов. Каким должен быть ученик, абитуриент, студент 21 века? Это тоже непраздный вопрос. Педагоги обсуждают, спорят, предлагают. С 1 сентября учреждения Республики будут ввести подготовку только по 21 новой программе. А к 2020 году мы должны готовить кадры уже более чем по 50 новым программам. В нашей Республике статья расходов на образование остается одной из самых крупных и составляет 30% бюджета. Кроме того, благодаря участию в различных программах и проектах к модернизации системы образования, только в этом году привлечено из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. На федеральном уровне Чувашская республика пользуется авторитетом. Конечно, мы должны создавать условия для нормальной работы наших учителей. Это модернизация школ, материал создания, материал технические базы, строительство новых школ. И, конечно же, и за вклада, соответствующая экономика, как я сказал, должна быть достойной. Не обошлось и без поздравлений. За вклад в развитие образования, профессионализм и многолетний добросовестный труд трем педагогам присвоили звание «Заслуженный работник образования России». Один из них – Александр Егоров. Его старше более 28 лет. Хорошим учителем, считает он, стать несложно. Главное – неукоснительно следовать всего лишь одному правилу. Любовь в своей профессии должна быть. Должно быть стремление к чему-то научиться. Не всегда это у нас получается. Ну, в общем, желающий, тот человек, который стремится эту профессию получить, он, естественно, достигает. Конференция завершилась, а педагоги еще долго общались между собой. Наработанные практики должны стать общим достоянием. Рифат Фадкулин, Разиль Мухаммедов, Республика. Все о звездах. В школах Чувашии появятся новые обязательные для изучения предмет астрономии. Готовы ли школы преподавать науку о небесных телах, выясняла Юлия Важенина. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Эта науке пока еще неизвестна, наука пока еще не в курсе. Крылатая фраза горе-электро из фильма «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. При этом реальных советских школьников этот вопрос не поставил бы в тупик. Тогда астрономия не просто входила в число обязательных предметов, но и была еще одной из самых любимых учениками. В начале 90-х годов астрономию убрали из школьной программы. Уже 20 лет она не обязательная для изучения наука. И вот парадокс. В стране, первый покоривший космос, в школах не преподают науку о небесных телах. Тем не менее, именно российские ученики уже несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии. Этот предмет всегда вызывал интерес у детей. И даже когда он был в школьном курсе физики, я сама физик по специальности, дети всегда спрашивали, когда у нас будет астрономия. Столичный лицей номер два – единственная школа в Чебоксарах, где с начала учебного года 11-классники начнут открывать для себя небо. Конечно, сейчас в школе пусто, ученики на каникулах, но наша съемочная группа успела заглянуть в телескоп. Сейчас у нас заказаны учебники по астрономии, учек-электро они должны поступить, мы получим эти учебники. Это в первую очередь. Ну, конечно, будем приобретать плакаты и использовать те ресурсы информационные, которые уже имеются, и которыми можно воспользоваться в настоящее время. На курс астрономии планируется выделить 35 часов и разделить на два уровня – базовый и углубленный. В каком объеме астрономию будут осваивать ученики, по каким программам работать и на какие учебники опираться? Все эти вопросы обсуждали на августовской конференции работников образования. Наше министерство Чувашской республики приняло мудрое решение. С этого учебного года обязательно вводят 26 школ Чувашской республики, где сохранилось и оборудование, и закупаются учебники централизованно. А другие школы имеют право вести этот курс по мере готовности. Астрономия должна стать обязательным предметом в школе. Тем более, как показала статистика, треть россиян до сих пор считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Вот видишь, звезды говорят. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. 1 сентября не за горами в школах республики завершаются приготовления к празднику знаний. У педагогов и выпускников Чебоксарского лицея номер 3 в эти дни еще один праздник. 80-летие коллегии и любимой учительницы Алифтины Серафимовны Петровой. Среди ее выпускников кандидаты и доктора наук, профессора и академики, руководители предприятий, министры и учителя математики. Те, кто по сей день продолжают дело ее жизни. Это первый мой выпуск. Детство Алифтины Серафимовны пришлось на военные годы. Это очень ее закалило. Никаких трудностей она никогда не боялась. Надо нацелено, значит нацелено. Надо из сельской школы перейти работать в город, значит это воспринимается как качественно новая профессиональная ступень. Начали открывать физико-математический интернат номер 2. Объявили они конкурс учителей. И я подала конкурс. Считалось при университете. Нет, это МИИ был. При МИИ. И сельских детей приглашали, а принимали в основном преподаватели университета. Помню, Николаев Генрих Николаевич говорит, Екатерина Серафимовна, вот этот очень вроде умный мальчик, но по-русски не может говорить. А все преподаватели, они же преподаватели МИИ, русские были. И я по-чувашски его приняла. И такой умный мальчик. И в последние годы он стал доктором физико-математических наук. У Алифтины Серафимовны в общей сложности более тысячи выпускников. И всех она помнит. Знает, как сложилась их жизнь, кто где работает, каких успехов добился. Говорит, никого никогда не выделяла особо. Все любимые, все. Плохих не было. Много лет Алифтина Серафимовна проработала в физико-математической школе, а затем в лицее номер 3 в Чебоксарах. Здесь ее не просто помнят и любят, но и гордятся, что довелось работать с настоящим учителем. Вот есть категории учителей, для которых работа – это способ самоутвердиться, способ добиться славы некоторой. Понятно, есть и другие мотивы, но это является приоритетом. Есть категории учителей, для которых работа – это, прежде всего, выполнение программы. Есть и другие мотивы, но это приоритетно. Это, знаете, учителя как роботы работают. А вот третья категория – это учителя, для которых их работа – это способ помочь детям, добиться самых таких максимальных для каждого ребенка результатов. Вот, безусловно, Алифтина Серафимовна относится к третьей категории. Я очень много была на ее уроках, и до сих пор помню уроки стереометрии. У нее были специальные очки, специальная книжка, вот эти все сечения, которые очень сложно понять. И она радовалась. И у нее, когда эти очки появились, она меня позвала. И тоже вот это я все смотрела. Все дети во время перемены все равно чем-то другим хочется заниматься. Да, они вот, я даже помню, как сидели в этих очках и рассматривали стереометрические какие-то штучки. Я для себя разделяю два понятия – преподаватель и учитель. Алифтина Серафимовна, конечно, именно учитель с большим боком. Алифтина Петрова собиралась стать врачом, но стала учителем и ни разу об этом не пожалела. Больше того, с ее легкой руки профессия педагога прижилась в семье. И теперь уже в школах и вузах республики трудится целая династия. Старший ветеринар, другая учительница начальных классов. У брата дочь в ядерной в гимназии тоже. Она биолог-химик. Брат у меня физик. У брата жена рисование черчения. Потом у брата дочери муж, по-моему, зафраноядрена. Вот если организовать школы, у нас специальностей хватает. Информационные технологии в медицине – это шанс предупредить заболевание, вылечиться и иногда даже спасти жизнь. 24 и 25 августа в столице республики состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные технологии в онкологии». Участники конференции – врачи-онкологи со всей России. В программе «Вопросы развития IT-технологий в здравоохранении», «Инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей». Организатором Всероссийской конференции «Республиканский онкодиспансер» является не случайно. Сегодня в нем используются самые высокотехнологичные разработки. Современное оборудование вообще в мире и у нас в том числе, оно сейчас все с так называемой цифровой обработкой. То есть все изображения КТ, МРТ, УЗИ, бронхоскопия, эндоскопия желудка толстого кишечника – это все можно показать в изображении, то есть записать, чтобы врач потом мог еще раз посмотреть, проанализировать и, если сложный случай, кому-то передать. Консультации в режиме онлайн тоже стали обычным явлением в онкопрактике. «Мы единственный онкодиспансер, который работает с нашим головным учреждением, и это онкологическим центром в Москве имени Блохина, напрямую с 2016 года. Что это такое? Это идут телемедицинские конференции в постоянном режиме, врач-врач, и ведется консультация тяжелых пациентов». Онлайн-консультации приходят и с районными специалистами. Это позволяет сберечь такое ценное в случае с онкозаболеваниями время. В ситуации, когда случай тяжелый, пациента тут же транспортируют в республиканский онкодиспансер. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. В женской исправительной колонии, которая находится в Алатаре, прошел день открытых дверей. Закрытое обычное учреждение распахнуло свои двери для родственников и друзей, отбывающих наказание. Одна из нечастых встреч начинается со слез и объятий. Это свидание необычное. Родственникам разрешили попасть на территорию колонии и даже провели экскурсию. Показали, в каких условиях содержатся осужденные. Женщины, в свою очередь, решили порадовать близких своим творчеством. Пели песни, танцевали и читали стихи. Признаются, после таких встреч улучшается настроение и возникает желание побыстрее вернуться в ряды законопослушных граждан. Кому-то приехали дети, которые бросаются на шесть радостным криком «Мама!». И только ради этих слов мы готовы целый год работать, ждать и надеяться. Это недолгое время, проведенное с ними, дает силы нам для дальнейшего отбывания наказания. Сейчас в колонии находятся около 600 женщин с разных регионов страны. И такие встречи с близкими очень сильно влияют на их мировоззрение, уверены работники колонии. Ведь человеку гораздо проще встать на путь исправления и вернуться к нормальной жизни, когда он знает, что на свободе его любят и очень ждут. В Чубаксарах вновь разыграли Кубок чемпионов. За награды ежегодного турнира сражались 14 бойцов. Вызов чувашским файтерам бросили спортсмены из Мариэл, Татарстана, Чечни и даже Туниса. Дмитрий Шмелев из Чубаксар буквально не оставил шансов своему сопернику. Воспитанник Чуашской школы единоборств уложил бойца из Казани на лопатки. А позже ему удалось провести ее удушающий прием. Одержал победу наш спортсмен уже во втором раунде. За награды в этом году сражались и представительницы прекрасной половины человечества. Чубаксарской спортсменке Полине Петуховой золотая медаль далась нелегко. Признается, что в этот раз ей попалась довольно резвая соперница. Но все же против техники Полины представительница ульяновской школы кикбоксинга не устояла и получила меньше очков. Полина Петухова говорит, что этот поединок стал разминочным перед Кубком Европы. Соперница очень бодается сильно головой снизу и получается у меня поплыли немножко щеки. Мы поедем на Кубок Европы в сентябре. В Праге будет. Тоже международный турнир серьезный. В общем туда нужно готовиться. Там очень серьезная конкуренция. Девушки со всего мира. Первые номера своих стран. В общем сейчас туда отдаю все силы на подготовку. Женщины уже захватили спорт в полном объеме. Во всех видах спорта мы видим красоту женского спорта. Ну и сегодняшний день бокс, кикбоксинг подтвердил, насколько сильны наши девушки. Насколько это красивый и интересный вид спорта. Кубок чемпионов проходит в 11-й раз. В этом году обладателями его наград стали пятеро чебоксарских спортсменов. Золотую медаль заевал и кикбоксер из Туниса Дахман Сейфиддин, который учится в Чувашии. Для одних день города прошел под девизом «Одыхаем и веселимся», а для других он стал испытанием на выносливости силу духа. В столице республики впервые состоялись всероссийские соревнования «Чебоксарский акватлон». Любители позагорать на столичном пляже стали свидетелями того, как более 153 атлетов из разных регионов страны боролись за медали всероссийских соревнований. Спортсменам предстояло преодолеть километровую дистанцию вплавь по «Волге», а после сразу же пробежать 5 километров. Самым стойким среди мужчин оказался уроженец Шимуршинского района, член сборной команды России Дмитрий Ефимов. Однако финишировать в гордом одиночестве не получилось. Разница между временем победителя и серебряного призера Дмитрия Федосеева из Волгоградской области составила 3 секунды, что не очень порадовало лидера. «Они моложе меня на 2 года. Вроде 99-го. Но очень сильные соперники, растут все. Вроде недавно они выступали по юношам, они не были еще рядом, они были вроде слабые. А сейчас, видите, финишируют уже. Ну и я просто сдал тоже свои позиции немножечко. В следующий сезон постараюсь на максимум все, что я могу тренироваться, упорно и работать». Обладателем бронзы среди мужчин также стал представитель Чувашии Олег Атурин. А среди женщин-хозяек призовые места у Алены Савастьяновой и Марины Уткиной. Всего же на Чебоксарском акватлоне было разыграно 19 комплектов медалей в разных возрастных группах среди спортсменов и любителей. Для большинства участников эти старты стали заключительными в сезоне. Но не для лидеров сборных своих регионов. В сентябре им предстоит проверить себя на чемпионате России по дуатлону. Екатерина Абрамова, Арена Гавелян, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. До свидания.